Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, НАСА, США несколько лет назад запустило космический зонд Parker Solar Probe, основная задача которой заключается в изучении Солнца. В процессе полета он также периодически сближается с Венерой. Во время одного из последних таких сближений зонд зафиксировал низкочастотное радиоизлучение, говорящие о том, что он прошел через верхние слои атмосферы планеты. Во время третьего сближения с Венерой в июле 2020 года Parker Solar Probe прошел в 833 километрах от поверхности планеты. За время семиминутного пролета прибор PhilDS, размещенный в конструкции зонда, зафиксировал естественное низкочастотное радиоизлучение. Эти данные помогли ученым рассчитать плотность атмосферы Венеры. В последний раз аналогичные измерения удавалось произвести в 1992 году, когда орбитальный аппарат НАСА Пайонир Venus Orbiter достиг планеты. Последующие измерения, проводимые с поверхности Земли, показали, что верхние слои атмосферы Венеры сильно изменились за период снижения солнечной активности. Нынешние измерения Parker Solar Probe подтверждают, что ионосфера планеты становится тоньше по мере того, как снижается активность Солнца. Венера и Земля очень похожи, обе планеты имеют схожий размер и структуру, а также скалистую поверхность. Однако атмосфера планет имеет кардинальные отличия, хотя обе планеты не лишены ионосферы, электрически заряжанного верхнего слоя атмосферы. Этот слой излучает радиоволны, которые и зафиксировал Parker Solar Probe. Понимание принципов изменения ионосферы должно помочь ученым лучше понимать то, как менялась венерианская атмосфера с течением времени. Исследование Венеры специалистами NSA сосредоточено на изучении причин, по которым атмосфера планеты так сильно отличается от земной. Ученые считают, что в прошлом венерианская атмосфера напоминала земную, и получаемые с зонда Parker Solar Probe данные должны помочь в понимании того, как произошли изменения, превратившие атмосферу Венеры в крайне неблагоприятную среду. Зонд еще несколько раз сблизится с Венерой, благодаря чему ученые рассчитывают получить больше информации.